Огромные макиты танков висели со Знамя Победы. Почувствовать атмосферу Великой Отечественной войны здесь будет нетрудно. Сложно будет её забыть. Совсем скоро для зауральцев откроется уникальная интерактивная выставка «Помни, мир спас советский солдат». Масштабная экспозиция приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и организована Российским военно-историческим обществом. Она расскажет курганцам о появлении фашизма в Германии, приходе нацистов к власти, нападении на Советский Союз, концлагерях и героизме советских солдат. Эта выставка, она не может нравиться. Когда мне говорят понравилось, это лукавство. Она не может нравиться, она впечатляет. Она впечатляет до глубины души. Впечатлиться здесь действительно будет отчего. Главной точкой, по словам организаторов, где эмоции взрослых и подростков обычно достигают предела, становится часть экспозиции за воротами немецкого концлагеря «Освенцим». Посетители увидят газовую камеру, крематорий, а также документальные фотографии. В целях предосторожности в центре организуют дежурство медицинских специалистов. Установлено возрастное ограничение 12+. Самое главное для меня лично, когда я в Смоленске водил экскурсии сам, когда я видел, когда приходят ребята, ну, сами понимаете, интернетное сообщество, они такие все сегодня, ха-ха, не хи, да это, ай, круто. Но когда они доходят до крематория, я вижу, что они начинают белеть, то есть, что все-таки мы пробили. Столица Заурали стала единственным городом Урала, где будет развернута передвижка. До Кургана она побывала уже в Москве, Смоленске, Сочи, Волгограде и Воронеже. Ее посетителями стали более 300 тысяч человек. Мы, конечно же, понимаем, что данная выставка у нас в Кургане должна быть. И наши жители должны это смотреть, видеть и понимать. Принимать посетителей интерактивная экспозиция будет до 15 ноября. Вход свободный. Юлия Пастухова, Глеб Печорских, информационное агентство Курганру.